Всем привет, с вами снова психолог, практик, эзотерик Вишнюков Андрей. И вопрос мне задали про избыточный контроль и фобии. Откуда берутся, что с ними делать. И прежде всего, надо понять, что сами фобии и контроль, они помогают нам каким-то образом избежать боли. Мы начинаем контролировать те действия, те события, те обстоятельства, собственное поведение, поведение окружающих, которое может причинить какие-то последствия, случится что-то, и от этого нам будет очень больно. Важно с точки зрения буддизма, адвайты понимать, что это все про прошлое. То есть мы тогда живем не в настоящем, не в процессе, который вот сейчас происходит, и мы не отвечаем на те обстоятельства, которые у нас есть, а мы реагируем на что-то из прошлого. Где-то мы с чем-то столкнулись, с какой-то болью, переживаниями, или может быть даже переживаниями окружающих нас, или какие-то события, которые у нас были. И у нас внутри в памяти тела, в энергетике, где-то у нас в мыслях застряли вот эти вот прошлые события. Но они все равно связаны каким-то образом с нашими переживаниями, с нашим эмоциональным фон. И, соответственно, отсюда и идет работа с ним. То есть чем человек больше находится здесь и сейчас, чем он больше открыт пространство, открыт вселенной, чем он больше опирается на собственное тело, вот на то, как оно сейчас присутствует. Ну вот если брать, например, какие-то буддийские практики, випассану, то там это все идет через дыхание. Мы дышим, мы через дыхание обращаемся к нашему телу, к тому, что у нас внутри происходит. И вот считается в буддизме, считается, что дыхание самая надежная вещь, потому что мы не можем не дышать. Ну сколько там, две минуты, ну шесть минут чемпионы могут каким-то образом обходиться без того, чтобы вдыхать и выдыхать. То есть, соответственно, дыхание, оно нам жизненно необходимо, и когда мы сами вот вдыхаем, дышим, да, то есть мы остаемся живыми. Ну там, не берусь судить, как там на искусственном аппарате, там вентиляция легкая, да, то есть каким-то образом все равно создается дыхание для того, чтобы поддерживалось наше тело. То есть, соответственно, поэтому в панических атаках у людей часто вот дыхание пропадает. Почему, да? То есть человек, у него приходит в голову какая-то там картинка, что что-то страшное произойдет, у него учащается дыхание, то есть реагирует его там, ну не знаю, я не биолог, симпатическая, парасимпатическая как-то система. У него все на телесных реакциях начинает меняться, каким-то образом ему не хватает там кислорода, у него возрастает тревожность, что он задохнется, что ему нечем будет дышать, что он умрет или что-то такое очень тяжелое произойдет. И это еще больше усугубляет то, что с ним происходит. То есть, соответственно, вот из этого следует, что у человека в момент фобии или в момент, когда ему нужно что-то контролировать, у него прокручивается в голове какой-то мультик. То есть что-то в голове его пугает, да, то есть это значит, он внутри себя видит какую-то картинку. Как вот с этим работает во всяких практиках, где можно работать с ролями, да, то есть вот психодрама, интеграция тени, работать с тенью, да, то есть вот гештальт частично, ну и, собственно говоря, другие направления арт-терапии. Это то же самое, это части роли, да, то есть в арт-терапии мы там рисуем я там, который напуган, да, и что-то меня пугает. Каким-то образом включаем там тело, включаем какой-то свой креатив для того, чтобы выразить. Смотрите, мы выражаем куда-то на бумагу, в пластилин, мы выражаем какие-то свои страхи. С детьми очень проходит там песочная терапия, например, где они берут какие-то фигурки, на них проецируют что-то, тоже очень хорошо видно. О чем это нам подсказка такая, да, то есть в этот момент мы внутри научным языком расщепляемся, да, то есть у нас внутри действуют какие-то части, да, то есть которые мы не совсем чувствуем, мы не совсем с ними сейчас здесь и сейчас в контакте. То есть у нас внутри, ну чаще всего это какая-то детская часть или из очень такой травматичной ситуации, ДТП там, не знаю, пожар, наводнение, где мы словили, собственно говоря, вот эти вот страшные ощущения. Ну у нас есть какие-то инстинктивные страхи, есть страх смерти, вот, страх оказаться там бессильным, беспомощным, страх сойти с ума. И это основное, что, собственно говоря, нас и пугает. Страх страдания, то есть мы боимся страдать, поскольку смерть это такая неизвестность, мы же не знаем, что дальше будет. Ну может быть нас вообще не будет или там, не знаю, ад какой-то будет и мы будем мучиться, вот, мы не очень хотим мучиться. Вот. Исцеление, оно, собственно говоря, начинается с того, что важно понять, да, то есть что моя психика сообщает мне как негативный результат. То есть вот очень важно понять, что это за мультфильм крутится. Легко ли его, как бы, ну не знаю, там осознать, легко ли его каким-то образом найти? Нет, нелегко. Потому что с того, с чего я начал, он про боль. Нам когда-то было очень больно, нам было безумно в этот момент страшно, невыносимо. Скорее всего мы остались в этот момент без поддержки, вот, скорее всего там это как-то было связано с каким-то эмоциональным фоном, нас разрывало. То есть нам настолько было тяжело, что скорее всего мы это в тот момент не приняли, не хватило ресурсов. Или задним числом, когда мы даже это прожили, мы как-то это не смогли переварить. То есть мы не смогли получить должную такую поддержку со стороны, вот, или мы каким-то образом не прожили вот эту боль, ее было так много, она такая сильная, такая нам непогласная была, что она где-то застрял. Исцеление заключается в том, что нам каким-то образом нужно эту боль впустить, принять. Условно говоря, если это в детстве было, да, то мы должны принять все чувства, все переживания этого маленького ребенка, маленькой девочки, маленького мальчика, да, то есть которые были. Тяжелее, если это страхи, они такие довербальные называются, когда ребенок еще не мог это выразить, в словах не мог выразить, в каких-то действиях сообщить о том, что ему тяжело, больно, то есть какое-то младенчество ребенок очень страдал, вот. И могут быть даже травмы, когда-то я вам ролик там выкладывал, пренатальные травмы, да, то есть когда ребенок где-то еще в утробе, да, то есть, например, там какая-то у него асфиксия была, да, то есть внутри, ну, у мамы, ну, там такая условная асфиксия, да, то есть через пуповину что-то не поступало, да, то есть и внутри у ребенка тоже была паника. Или мама была безумно там напугана, да, то есть ребенок словил на телесном уровне, он связан с матерью одним как бы телом, да, он словил внутри вот этот безумный страх своей матери, да, угроза такая. Ну, или бывает, например, клиент приходит, если родители пытались там как-то избавиться от ребенка, то ребенок это славливал, да, то есть ходили там, думали, надо там рожать, не надо рожать, делать аборт, не делать аборт, и тоже ребенок, он, этот страх, это, ну, как страх угрозы жизни, странно звучит, но плод это все равно улавливает, потому что, ну, как угроза-то поступает, его там мать, она хочет с ним как бы покончить. Вот, то есть есть вот такие страхи. Ну, и бывает во взрослом возрасте тоже, да, там шоковая травма, неожиданная, тоже было трудно сразу все принять, было больно, тоже непонятно, чем это закончится, и вот этот испуг тоже, например, не было времени, там, надо было как-то собраться, переезжать, или маленькие дети, надо было о них заботиться, или кто-то окружающий, или тоже больница, там, наркоз. Тоже не удалось принять, прожить вот эти вот все чувства, которые приходили. И от этого идет исцеление, вот то, что мы не смогли сделать в момент травмы, или это если детство, там, какой-то комплекс вот этих травм, мы как бы впускаем, даже не то, что как бы, мы реально должны, обязаны просто, да, прожить вот эти все чувства, для того, чтобы из этого бессознательного вот эти вот достать, и они стали нашим сознанием. Как только это станет нашим сознанием, мы это в себя впустим, оно перестанет иметь над нами власть. Вот эти все фобические атаки, контроль, да, то есть мы стремимся избежать вот этой спрятавшейся в нас внутри боли, спрятавшегося в нас ужаса. А какая разница? Ужас, это тоже эмоции, это тоже чувства, тоже она накатывает, а нам это безумно тяжело. Но там есть еще про страхи, контроль, есть еще что-то, что нам пришло там от родителей, да, то есть вот где-то мы вынуждены были приспосабливаться под них, под их задачи какие-то, под их пожелания. Но это, если вам интересно, напишите в комментариях, это немножко подругое, это такой вот контроль, когда мы начинаем события вот излишне контролировать. Сегодня было как раз про такие травматические истории. С вами психолог, практик, эзотерик Вишняков Андрей. Ну, спасибо, что меня смотрите.